В камерном зале Саратовской филармонии прошел концерт, главными звездами которого стали одаренные дети. О каком будущем они мечтают и какие трудности готовы преодолеть ради возможности заниматься творчеством в нашем следующем сюжете. Этот галоконцерт открывают те, чей талант уже признали в Москве и за границей. Пианисты-скрипачи тоже учились музыке в Саратове и в свое время побеждали на конкурсах. Но сегодня эта сцена отдана участникам 7-го межрегионального фестиваля «Молодые таланты России». 11-летний Максим Егоров из Балашовской школы учится вокалу. Направление – народная песня. Говорит, для народника главное. Мастерство – отрабатывать движение, чтобы на сцене не облажаться. Максим – активный участник творческих конкурсов недавнего имени Руслановой в Саратове. У него есть мечта. Попасть в Кремль. Ну, чтобы выступить, показать свой талант. Кирилла Малямина из Энгельса сейчас буквально носят на руках. Ограниченная подвижность сустава ног не помешала 9-летнему мальчишке стать школьной знаменитостью. Со своей домброй он постоянный участник различных концертов. Кирилл учится музыке два года. Говорит, ему понравилось звучание домбры, поэтому и выбрал этот инструмент. Не отпугнуло и то, что струны пришлось приручать через боль. Сначала у меня они болели, вот сейчас назорят. У меня папа меня учил, это больно не бояться. И я потом начал играть. Уже надумал, буду музыкантом. Придемел? Да. Юным талантам область помогает материально. С 2004 года присуждают именную губернаторскую стипендию, одаренным ученикам школ искусств региона. Среди них не только музыканты и певцы, но и художники и хореографы. Все они участники различных конкурсов, выставок и фестивалей. Своими успехами они подтверждают в области богатый потенциал и большие перспективы развития в сфере культуры и искусства. В этом году обладателями губернаторской стипендии стали 70 одаренных детей Саратовской области. Каждому за труд и талант вручили по 30 тысяч рублей. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.